Уважаемые коллеги, начнем нашу работу. Секция, которая носит название «Общение с пациентом. Кто у руля в обучении врачей и какие в мире реализуют образовательные практики?» Я рада присутствовать вас. Мы в такой тесной компании. И действительно, на пленарном заседании звучало, что обучение и оценка общению с пациентом это один из важных профессиональных навыков современных врачей. И из года в год объем участия по темам на этой конференции увеличивается. И мы уже в течение трех лет имеем свою секцию в рамках конференции, которую проводит Российское общество симуляционного обучения. И я рада, что организаторы идут нам навстречу. По программе мы спланировали три раздела. Если вы посмотрели программу, то они очень тематические. Первый раздел как раз дискуссионный. Он посвящен тому вопросу, который сейчас действительно активно обсуждается в медицинских университетах, осуществляющих подготовку врачей. А кто должен обучать навыкам общения? И здесь у нас два докладчика, которые как раз попытаются обозначить эту тему, а кто должен обучать? И обозначить, чему обучать? Есть ли согласованный подход? Или все-таки каждый университет в рамках достаточно широкого образовательного стандарта 3, 2+, выбирает сам формат обучения? Второй раздел у нас посвящен тому, что мы будем говорить о том, что прежде чем обучать и тем более оценивать, и тем более в таких процедурах, которые называются аккредитация, важно бы выяснить у отечественных врачей, практикующих, какие они испытывают коммуникативные дефициты и трудности в повседневной врачебной практике. И здесь у нас тоже два докладчика. Мы представим небольшие наши исследования с достаточно репрезентативным охватом на эту тему. И третья тема – это как раз сам непосредственный вопрос симуляционного обучения и оценки, который направлен как раз на конкретную область, навыки общения с пациентом. Как обучать и как оценивать в процедурах аккредитации? Какие сейчас достигнуты высоты, какие есть трудности, проблемы и направления решений? Вот такие три раздела, шесть докладчиков, и я с удовольствием предоставлю слово своей коллеге, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу, анестезиологу-реаниматологу Надежде Степановне Давыдовой. Надежде Степановне, вам слово. Доклад называется «Обучение навыкам общения с пациентом. Кто на капитанском мостике?» И коллеги, те, кто нас слушают сейчас в зале и те, кто нас слушают в эфире, я обращаю ваше внимание, что у нас работает приложение «Росомет». Вы можете задавать вопросы туда. Мы постараемся отслеживать сейчас этот сайт в чате. И будет возможность докладчикам озвучить вопросы. Надежда Степановна, передаю вам слово. Прежде чем выступить к вам, я хотела бы тоже вас поприветствовать, потому что рано вас всех видеть в этой аудитории. И приветствую вас как представитель медицины прошлого века, который с прошлого века занимается обучением наших студентов «Общению с пациентом». Должен сказать, что как только за последние пять лет, сегодня мы уже об этом говорили, как только за последние пять лет вот этот раздел, на мой взгляд, клинический, медицинный, на взгляд психологов, психологии, раздел диантологии, можно было бы говорить, этот раздел, который встал в структуру образовательной программы, почти, ну, во многих, по крайней мере, вузов, может быть, и не во всех, сразу относительно скоро. А кто же будет, для кого-то, психологи, педагоги, треницисты или мы все с вами вместе. Поэтому мой доклад и был назван так, как что на Капитянском мостике. Название этого доклада не случайное. Оно пришло ко мне от моего шерма. В середине 60-х годов появилась наша специальность анестезиология. Выросла она из хирургии, но прошел какой-то период времени, когда Константинович анестезиолог и основоположник, как вы видите, прошел какой-то период времени, начали споры. А кто в операционной, на Капитянском мостике, анестезиолог или хирург? И вот тогда появилась статья, когда Артем Стивович Николаеву, большая статья медицинской. Вы видите, я не буду подробно о ней говорить и говорить, кто, когда, но четко совершенно обозначено было, что на разных этапах операции, при разных состояниях пациента на Капитанском мостике может быть хирург, на Капитанском мостике может быть анестезиолог, а может быть вообще привлеченный специалист-фанстезиолог, если в этом есть необходимость. Оконечный результат, а на Капитанском мостике пациента. Вот так он завершил свою статью. В 2012 году мне посчастливилось побывать тогда в странах СНГ единственном и впервые организованном центре коммуникативных навыков в Алма-Атинском государственном, я уже как-то говорила об этом, в Алма-Атинском государственном университете. И, ну, по возможности вуза, вы знаете, как они финансируются, через два года мы пригласили профессора Осимова к нам на короткий курс, который продолжался 4 дня для того, чтобы обучить, как преподавать коммуникативные навыки наших преподавателей. Преподаватели были и психологи, и, безусловно, клиницисты. В общей сложности здесь группа 25 человек. Мы с Надеждой Викторовичем вчера не поленились посчитать по лицам. На сегодняшний день 60% из них занимаются одномоментно со своей работой на кафедре, занимаются еще и обучением коммуникативным навыкам. И в 2015 году, все-таки дата сегодня звучала 5 лет назад, да, 5 лет назад, и в 2015 году мы решили внедрить в процедуру государственной итоговой аттестации этап симулированных пациентов. Это 15-й год. Тогда было немного наших студентов, которые на это согласились. Было по желанию шестикурсников. Шестикурсники проходили этот этап. В 2016 году мы все-таки провели этап при итоговой государственной аттестации для всех студентов лечебно-профилактического факультета. И вот в 2015 году какой результат мы получили. Одномоментно с нашей государственной аттестацией или нашей государственной аттестацией одномоментно с большой дискуссией по повышению качества высшего образования и какой это инструментарий, чтобы повысить качество высшего образования, мы получили свои результаты. Ну, вы обратите внимание на диаграмму. 40% говорит о том, что должен быть практикоориентированный подход к обучению. То есть, а коль практикоориентированный, значит, речь идет все-таки о внедрении того, так будем, циклом даже не назовешь, той дисциплины действительно в преподавании и подготовке наших студентов. А что показал наш результат? Обратите внимание, 2015-2016 год. Навыки установления контакта еще как-то вот ничего, хотя я считаю, что это плохо. 37%. А навыки ведения медицинского интервью, навыки информации пациента и, наконец, навык завершения консультации и определением дальнейшей маршрутизации пациента менее 30%. Ну, дальше вы все знаете, пошли этапы, в которых мы практически все с вами участвовали. 2017 год – это пилот наш университет и Сеченовский. 2018 год – это первичная аккредитация специалиста. 2019, 2020 и 2021 год – в 2019 присоединилась еще первичная специализированная аккредитация. И я сейчас буквально несколько слов скажу о тех результатах, о тех ошибках, какие мы выявили. Во-первых, подгоняют расспрос о жалобах под диагноз. Во-вторых, только чтобы для меня, как лекшенициста, было ну, неприемлемо. Только один из девяти выпускников в расспросе вышел на ключевой симптом онконастороженности. Ни один из выпускников не показал адекватной симптоматике дальнейшую маршрутизацию пациента. И, безусловно, полностью отсутствует системный подход к симптомокомплексу при расспросе пациента. Хорошо демонстрирует этиологию, патогенез и совершенно неудовлетворительно демонстрирует общение доктора, уже практически доктора. Мы выпускаем сейчас после шестого курса участкового врача, совершенно неудовлетворительно маршрутизацию, следование и так далее. Что показал этап первичной специализированной аккредитации? Нет тогда? Вот видишь, где-то скачет. Уральский государственный медицинский университет, это наши данные. Это тогда, когда речь шла о специализации, тоже это был пилотный проект, и участвовали только шесть специальностей. Вот я почему поставила этот слайд, он для нас такой не очень удачный, я имею в виду, и как итог проведения этого этапа стандартизованного пациента. А я хотела бы на две цифры ваше внимание обратить. Неврология. 100% прошли блестящий этап стандартизованного пациента. И второй. Онкология. 44%. Вы удивляетесь, почему так? Я вам отвечу. Заинтересованность клинициста, на мой взгляд, это один из основных моментов, чтобы наши выпускники, ординаторы тем более, которые смотрят на врача, который их обучает, понимали, что это надо делать. К великому нашему сожалению, преподаватели кафедры онкологии просто считали, ну сейчас уже, может быть, немножко ситуация поменялась, что это просто, вот представляете онкологическому больному, этого просто ни к чему. Не нужен этот этап. И один из профессоров в прошлом он заведующий кафедры, блестящий специалист, просто сказал, мы учились у постели больного, и они пусть учатся у постели больного. И, на мой взгляд, это просто непонимание, непонимание того, что сегодня к постели больному не каждый может подойти. Не в каждой клинике это возможно, это первое. А самое главное непонимание, если студент, ординатор, врач ли ФПК будет обучен, научен общению с пациентом, я считаю, что хорошо собранный анамнез, как клиницист с большим стажем, это 65% успеха в постановке диагноза. Поэтому и неврология, где заинтересована была заведующей длением профессора Волкова, занималась сама с ними, занимались преподаватели, и все прошло блестяще. Вот так будем говорить все то, о чем я сказала, те ошибки, какие были. Сказала о ошибках, на мой взгляд, это ошибки, может быть, пока не видение преподавательского состава, что это действительно необходимость, и такая необходимость существует, нас привели к мысли выполнить научно-исследовательскую работу и узнать, только ли преподаватели в этом в какой-то степени виновны, или все-таки сам по себе студент очень сильно поменялся и относится к пациенту не так, как мы относились. Я говорю, мы, имею в виду не только свое поколение, а вот могу сказать, пятидесятники, кому сегодня пятьдесят, сорок еще ничего, а все то, что моложе, очень трудно к этому относится. Вот так получается. Вы со мной не согласны? И поэтому мы решили провести большое научное исследование. опрос первого курса, шестого курса, и сейчас мы поменяемся местами, об этом исследовании расскажет специалист нашего аккредитационного центра Надежда Викторовна, которая выполнила это исследование в плане кандидатства. Приветствую вас, уважаемые коллеги. Так, это назад. Ага, вот. Итак, действительно мы задались вопросом, исследовательским вопросом, есть ли возможно, помимо внешних каких-то причин, есть ли какие-то внутренние причины в самой личности студента, которые обуславливают показатели, которые мы получаем на аккредитации, в процессе обучения, да, мы говорим именно про общение с пациентом. И было выявлено, что есть некие представления у студента, относящиеся к пациенту. Мы назвали это образ пациента. И интересно, что у шестикурсников, вот такой интересный рисунок я изобразила, у шестикурсников доминантой являются две категории. Это реальный пациент, вы видите, да, какие характеристики в большей степени негативные включены. И идеальный пациент. И тут, конечно, он уверенный, спокойный, независимый, такой удобный пациент. Что для нас было удивительно, мы решили посмотреть, так ли это у первокурсников, потому что это выход, это выпускники, у них такие представления о пациенте. И, соответственно, мы посмотрели первокурсников и выявили, что первокурсники в ВУЗ приходят тоже уже со своими представлениями о пациенте, но их представления разнонаправленные, диффузные, основаны на их прошлом опыте. И они склонны. И вот эти представления о пациенте или образ пациента, такое понятие мы вводим, по нашему мнению, опираясь на все теоретические исследования, он определяет поведение. И первокурсники на основании этого образа склонны к доминированию, самонадеянности, взаимоотношениях с пациентами. И обуславливает их поведение тот внутриличностный конфликт, который мы выявили. И связан этот конфликт с теми иллюзиями, с которыми они приходят о врачебной деятельности. У них есть какое-то представление о враче. И вот эти представления начинают разрушаться в ходе обучения на первом курсе уже в начале. И вот они находятся в таком внутреннем конфликте. У шестникурстиков, как я уже сказала, представления в доминанте это упорядоченные в форме реального и идеального пациента. И поведение их направлено не на оказание медицинской помощи, это шестой курс, а на защиту от пациента. То есть и, соответственно, это стремление обособиться от пациента и проявление сопротивления. То есть им надо защищаться от пациента. Что мы еще выявили? Первый курс во взаимоотношениях с пациентом больше склонен либо к проявлению опеки, любви, заботы, что требует угождения пациенту, большого ресурса. И либо наоборот, это обладание, властвование. А у шестого курса в доминанте защитные механизмы доминирования, обесценивания, авторитарность. Соответственно, основной из гипотезы, гипотеза у нас звучала примерно таким образом, что те представления пациента или образ пациента, который есть у студента, он не соответствует пациент-ориентированной парадигме. И мы действительно к этому вышли, подтвердили свою гипотезу. Что интересно еще, на первом курсе в начале студенты рассматривают пациента как субъекта взаимодействия. Они больше доминируют личностные характеристики в образе пациента. А уже в конце первого курса пациент становится для студентов-первокурсников объектом взаимодействия. То есть это тело с набором органов, если так грубо говорить. И у шестого курса, соответственно, мы выявили, что вот это их стремление к самостности, идентичности именно в ролевой позиции врача. Я знаю, я шесть лет учился. Это все входит в противоречие с пациент-ориентированной парадигмой. То есть такая, ну, это гипотетически, возможно, задача. Мы можем их многому обучать, но если мы не будем воздействовать на представление их о пациенте, как воздействовать, это, возможно, другое исследование, гипотезы и так далее, то, возможно, в этом, скажем так, и медленно мы будем двигаться в достижении результатов. Передаю слово Надежде Степановне. Ой, назад опять пошло. Да, да, да. Ну и конечный наш результат. Тоже вы неоднократно этот слайд видели, я не буду его дублировать. Я только хочу сказать, что в 2019 году на всероссийском форуме, огромном форуме педиатров России был предложен сквозной междисциплинарный модуль, образовательный модуль, который назывался и называется сейчас коммуникативные навыки. Нам этот модуль удалось внедрить. И действительно, начиная с первого курса, и на каждом этапе преподают психологи-педагоги, преподают клиницисты, начиная с третьего курса, в большей степени, пожалуй, клиницисты. Первый, второй – это психологи-педагоги. И студентам первого курса очень нравится работать с психологами и педагогами, потому что они прямо говорят, когда мы приходим на практику с клиницистом, то мы моем полы и, ну, то есть клиницист пришел и ушел, что греха ответить преподавателю, а студент остался. А нам дозволено пообщаться со студентом, а для первого курса это важно. Если это важно для первого курса, то когда сквозной модуль, то, безусловно, важно и для всех остальных. На сегодняшний день у нас... Да, что-то я сама тоже так же, как вы, сделала. Ой, совсем закрылось? А что случилось? А вы знаете, наверное, не случайно. У меня была мысль... Я могу себе позволить, да, Елена Васильевна? У меня была мысль вернуться к любимому шефу. И обратить еще раз внимание на одну деталь. Я почему-то так начала вдруг нервничать при элитуре, хотя она вся самая родная. Обратите еще на одну деталь. Вы видите этот манекен? Вот в 60-м году был создан первый манекен в Норвегии рецессианном. Это знают почти все. Так вот, в середине 60-х Эдуард Константинович, будучи доцентом кафедры хирургии еще, преподавал именно на манекене. То есть он стоял у... Сегодня много говорили про анестезиологию, что это одна из первых специальностей, которая стала работать с симуляторами. И вот он с симулятором работал в середине 60-х. А вот этот усеченный манекен, как мобильный, вот на этом манекене вся госавтоинспекция города Свердловска была обучена сердечно-легочной реанимацией Эдуардом Константиновичем Николаевым. Поэтому я считаю его своим учителем, безусловно, и могу не случайно все время говорю о том, что с прошлого века мы начали заниматься... Да надо поставить... А по-другому уже не получится. Все уже. Я прошу прощения. Все-таки мы должны ответить на вопрос. Осталось всего ничего. Если будут вопросы по образовательному модулю, я готова на них ответить. Так вот, все-таки, это последний слайд практически. Все-таки кто же на капитанском мостике, я думаю, что иногда просто, наверное, отвечать нужно так, как в свое время ответили хирурги-анестезиологи. Пациент. Но в основе, в базисе, на мой взгляд, клинициста лежит обучение профессорско-преподавательского состава, создание алгоритмов работы с пациентом и обучение преподавателя-клинициста, как обучать студента-ординатора-выпускника. И кто этим должен заниматься? В первую очередь, психологи и педагоги. Педагоги и психологи. Составая алгоритмы вместе с клиницистами. Это неразрывно. Дальше создание методологии, методическое обеспечение, клинические кейсы, технологии тоже, конечно, в содружестве. Нет ведь других вариантов. И дальше непосредственно уже студенты-ординаторы плюс преподаватель-клиницист плюс подготовленный стандартизованный пациент, который тоже подготовлен преподавателями, педагогами, психологами, клиницистами только в содружестве. Другого варианта у нас с вами нет. А где наш слайд? Пропал? Да. Ну что я могу сказать? На слайде Мудров. Матвей Яковлевич. На этом слайде Мудров. И очень много есть высказываний, сегодня и про Пирогова говорили, и можно называть докторов и хирургов, и кардиологов, и терапевтов 19-20 века. Так вот, там идет речь, что лечить надо не просто больного, а нужно, не лечить не болезнь, а нужно лечить больного. И не просто больного, а каждого индивидуально и каждого, ну так будем говорить, так, как это следует лечить пациента. Спасибо. 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 Согласованный подход. Елена Юрьевна. Спасибо. 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 . Спасибо. . 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 Утверждается, и я хотела бы обратить внимание ваше на то, что больше чем что-либо другое оценка навыков общения требует отхода от жесткой объективности и вместо этого включение важнейшего субъективного компонента экспертного мнения. . Было показано, что многократные оценки, которые проводят несколько экспертов использованием ряда ситуаций, являются более надежными, несмотря на то, что они субъективны в традиционном смысле этого слова. Таким образом, обобщим основные положения международного опыта, сравнив с положением дел в российском медицинском сообществе на сегодняшний день. Все основные элементы вы видите в этой таблице. Главный вывод, который можно сделать, анализируя данный слайд и то, что я сказала, заключается в следующем. В зарубежном медицинском образовательном сообществе реализуется с 2001 года согласованный подход к обучению и оценке навыков общения, который является достаточно эффективным, так как дает устойчивые результаты. В Российской Федерации пока таковой подход отсутствует. В связи с этим возникает ряд вопросов, как нам стать не менее эффективными в этой области. Наверняка нужно назвать и далее минимизировать барьеры на пути обучения навыкам общения в российских медицинских вузах. Ведь несмотря на то, что общественные интересы, требования профессиональной аккредитации медицинских работников приводят к изменению учебных программ в медвузах России, на практике сохраняются барьеры на пути обучения и развития навыков межличественного общения будущих врачей. Главный барьер, на мой взгляд, это отсутствует общепринятая модель общения врача и пациента в ходе медицинской консультации. Нет единой методологии обучения, отсутствует методическое сопровождение в области преподавания и оценки навыков общения в соответствии с особенностями российского медицинского образования, практического здравоохранения и российского менталитета. Это главное препятствие для разработки единой системы обучения, оценки навыков общения и внедрения новых учебных программ в медицинских вузах России. Далее. Акцент в преподавании. Акцент в преподавании в основном осуществляется на обучении диагностике и лечению. Большая учебная нагрузка преподавателей, ограниченный доступ студентов к постели больного и на клинические базы в последние два года тоже отрицательно влияют на формирование у студентов установок на ценности и значимость коммуникативного аспекта в деятельности врача. Еще один барьер. Это нехватка ресурсов для поддержки обучения навыкам общения и высокая стоимость обучения с использованием стандартизированных пациентов. Безусловно, они создают дополнительные препятствия. И еще один из барьеров. Это оценка навыков общения является сложной с точки зрения логистики, дорогостоящей, порой противоречивой задачей для преподавателей. Часто опирается на косвенные показатели, которые дают лишь ограниченное представление о потенциале сильных сторонах и областях совершенствования студентов-медиков. Врачи, как клинические наставники студентов-медиков на практике и эксперты, которые оценивают навыки общения, часто имеют различные опыты и подходы к оценке. Мы отдаем себе отчет в том, что видение барьеров и их озвучивание не являются решением проблемы. Важно четко сформулировать цель, задачи, которые ведут к их преодолению. И не менее важно сформулировать конкретные мероприятия и сроки, чтобы получить результаты на практике. Для этого, наверное, мы здесь и собрались и обсуждаем эти вопросы. Остановлюсь на целях и задачах, которые видятся нам как принятие, безусловно, на основе обсуждения, медицинским сообществом в Российской Федерации единой модели общения врача и пациента в ходе медицинской консультации. И вторая, сопряженная с первой целью, это обоснование единой системы обучения, оценки навыков, общения будущих врачей в российских медвузах. Для чего это? Для обеспечения устойчивых результатов обучения. Необходимо разработать стандартную подготовку преподавателей на основе семинаров с учетом национальных потребностей. Это будет способствовать использованию стандартных методов обучения и оценки, которые необходимы для устойчивого обучения. Преподаватели должны прийти к единому мнению о том, такие компоненты навыков общения должны быть проверены, прежде чем выбирать соответствующую комбинацию методов обучения и оценки для этой цели. Эксперты должны быть обучены не только использованию инструментов оценки, но и навыкам наблюдения обратной связи. И занятия по повышению квалификации преподавателей также желательны для всех преподавателей медицинских вузов, поскольку, на наш взгляд, это повышает их самосознание как преподавателей и коммуникативную компетентность как врачей. Что будет происходить в российском медицинском образовании в области обучения и оценки навыков общения в ближайшие пять лет, зависит от того, насколько заинтересованы мы в согласованных действиях. Готовы ли понять друг друга и решать проблемы с учетом лучшего мирового опыта? Спасибо за внимание. Благодарю, Елена Юрьевна. Если у кого-то есть вопросы, да, будьте добры, подойдите, пожалуйста, с микрофоном, да, на зале есть вопросы. Елена Юрьевна, Вы сказали, что неплохо бы нам как-то объединиться, да? Ну вот, чтобы вузы, не каждый как может, а какую-то единую программу. Может быть, у Вас уже есть конкретные шаги, мысли, как вот прям раз, два, три. Вот неплохо бы начать было бы с этого. Я согласна. Есть шаги. Да, я только, Елена Васильевна, Вы позволите мне еще вернуться быстро к слайду? Техподдержка. Будьте добры, верните презентацию. Я хотела бы в 2000, когда была перед всеми медицинскими вузами поставлена задача, это три или четыре года назад, когда в учебных планах ординаторов появилась дисциплина коммуникативные навыки, мы все ведь, в принципе, решали эту задачу в одиночку. За исключением тех личных контактов, которые были выработаны с 2015 года и усилиями Елены Васильевны Дьяченко поддерживались. Но, в принципе, каждый шел своим путем. Это очень сложно. Но результатом этой работы совместно с ординаторами, с преподавателями клинических кафедр была проделана большая работа. И вот те учебные пособия, которые имеют гриф УМО и принятые и изданные крупнейшим издательством в области издания учебной литературы КНОРУС, они представлены на слайде. Коммуникативные навыки для медицинских вузов. На международном конкурсе учебное пособие получило главный приз в номинации «Инновационное учебное пособие», потому что оно практикоориентированное. Но коммуникативные навыки в стоматологической практике вместе с коллегами, преподавателями, клиницистами, вот только перед отъездом я получила авторский экземпляр «Как надо и как не надо общаться с пациентом». Клинические сценарии, ролевые игры, отобранные вместе и сделанные, записанные даже на видео, сделанные видеоролики. То есть, в принципе, нельзя сказать, что у нас нет наработок, но каждый идет своим путем. Поэтому результаты, мне кажется, они неустойчивые. Для получения устойчивых результатов и в масштабах ни одного вуза. И мне кажется, что вот здесь вот и мы собираемся для того, чтобы найти единомышленников и достаточно, может быть, сказать, эффективно общаться, чтобы решить эти вопросы и ответить на вопрос, нужен нам согласованный подход, или дальше мы пойдем так, как понимаем, в зависимости от своей компетенции, преодолевая свои трудности. И будем получать такие точечные, разрозненные результаты. Благодарю, Елена Юрьевна. Может быть, в зале есть вопросы? В чате могут быть вопросы также лично докладчикам. Докладчики, обращайте внимание на сайт, на котором проводится, да, и в приложение конференции, и можно будет перевести дискуссию и туда. Благодарю, Елена Юрьевна. Два доклада из первого раздела, и они были очень проблемные. Мы специально их согласовали именно таковыми. А кто же должен обучать? И я рада, что докладчики нашли консенсус. У нас только согласованный подход выведет действительно к эффективным, устойчивым результатам, если говорить о будущем враче. И если говорить о конкретных навыках, сложных навыках, навыках общения. И у нас согласованный подход выведет, когда мы будем определять, а какая должна быть образовательная практика, чтобы она была эффективной и тоже давала устойчивые результаты. Эту дискуссию мы готовы продолжать. И я рада, что в первой части работы нашей секции были доклады как раз на острие. То, к чему мы действительно подошли, то, что важно обсуждать, то, к чему важно вырабатывать какое-то определенное мнение, поскольку практику разную в области преподавания коммуникации ведут в различных медицинских образовательных организациях.